Мы отказались от выращивания сахарной свеклы в этом году. Выращивать сахарную свеклу они умеют и любят. Отказаться от культуры были вынуждены, вздыхает аграрий. Еще пару лет назад на предприятие «Заря» приходилось три четверти урожая свеклы в Великобрлукском районе. Все изменилось в 2012-м, когда закупочные цены на корнеплоды резко упали. Что такое вырастить тонну сахарной свеклы и что такое вырастить тонну подсолнечника? Цена подсолнечника в прошлом году достигала 5000 гривен, а сахар опустился на 350. Это просто несопоставимые вещи. Ближайший сахарный завод владельцы решили даже не запускать. Мол, убыточно это аграрии района, не стали сеять культуру. Такая ситуация по всей стране, говорят в ассоциации «Харьковсахар». Из восьми заводов на Харьковщине в прошлом году работали шесть. В этом запустят только три и те с убытком останутся. Сегодня в рознице сахар продают в среднем по шесть гривен за килограмм. Можно найти и дешевле. В опте не дороже пяти гривен за кило. А ведь еще два года назад оптовая цена сладкого песка стартовала от восьми гривен. Так что купить в рознице по 8,50 было удачей. Тогда, в 2011-м, сладкого песка стране не хватало. Несколько лет подряд аграрии выращивали сахарную свеклу неохотно. Культура в уходе непростая, к тому же накладная. Цена на продукт росла. Будем садить свеклу. Тот, кто не хочет, значит не умеет. Но я думаю, у нас таких не найдется. Губернатор сказал надо, аграрии ответили есть. И не только на Харьковщине свеклу снова стали сеять по всей стране. На смену проблеме дефицита пришло новое перепроизводство. На протяжении двух лет на Украине вырабатывали сахара больше, чем квота. То есть квота где-то на уровне 1,8 млн. Позапрошлым году сахар был произведен на Украине 2,336 млн. В прошлом году 2,2 млн. Повышенное предложение сбило цену даже ниже себестоимости. Если так почитать, то себестоимость будет на уровне, вот у нас в области было от 6 тысяч за тонн до 6 тысяч 700. А продающий этот сахар ниже, то это убытки. Чтобы заинтересовать агрария, выращивать свеклу, оптовая цена сладкого песка должна подняться минимум до 7 гривен. Юрий Ильченко говорит, это утопия. Хоть бы нынешние расценки удержать. В области остается годовой запас продукта еще с прошлого урожая, а уже новый на подходе. Областные чиновники кивают на правительство, мол, наверху должны думать, как площади посевов увеличивать. Ведь простой каждого завода обходится около 10 млн. грн. в год. Я думаю, что в следующем году эта ситуация должна измениться. Но это только возможно при определенных созданиях условий, в том числе какого-то государственного либо регулирования, либо компенсации тех потерь, потому что, ну, как показал нам прошлый год, ни аграрии не будут сеять сахарную свеклу себе в убыток, ни переработчики не будут перерабатывать и делать сахар себе в убыток. Пока пообещать и производителям сахара, и аграриям нечего. На предприятии «Заря» сейчас готовят поля под посевную. Только вот что именно выращивать, определиться не могут. Сахарную свеклу хочется, но… Пока мы стоим на полном раздорожье. С одной стороны, вроде как это рентабельная и выгодная культура, плюс у нас есть полный комплекс техники, есть специалисты. Но, с другой стороны, как бы рынок, куда можно сбывать или сдавать на переработку свеклу, вот это нас сегодня держит. Екатерина Морозова, Виталий Осмачко и Борис Буцевич. Объектив. Неделя.